Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ «Время новостей». В студии для вас работает Айнур Мирханова. Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. В начале выпуска коротко о самом главном. На контроле. Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан с рабочим визитом посетил Алматинскую область. Вирус отступает. В регионе закрываются провизорные центры. Инновации в деле. Благодаря новым технологиям молочная ферма «Кокталагра» намерена значительно увеличить надои и молока. Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Марат Шуранов с рабочим визитом посетил Алматинскую область. В рамках повестки он побывал в ряде медицинских организаций и оценил работу объектов здравоохранения в регионе. Все подробности в материале нашего корреспондента. Достаток лекарственных средств, аппаратов ИВЛ, кислородных концентраторов и наличие мест в инфекционных больницах. Все эти актуальные на сегодня вопросы были поднятся в вице-министром в ходе визита в регион. Столичные гости ознакомились с работой центральной больницы города Капшагай. Как было отмечено, здесь развернуто 250 койко-мест. Все необходимые ресурсы в достатке. Запаса лекарств и медикаментов в нашей больнице хватит на два месяца. Имеется 11 аппаратов ИВЛ. Мы можем полноценно оказывать медицинскую помощь. Как вы знаете, после снятия строгих ограничительных мер, тем не менее, ситуация стабилизировалась. Тем не менее, мы должны быть готовы к различным сценариям развития событий. И достаточно высоко оцениваем готовность данной больницы. Оснащена хорошим оборудованием. Имеется компьютерная томография, цифровые рентгенаппараты. Есть, самое главное, профессиональные кадры. Обеспечение медикаментами на амбулаторном уровне и стационарном уровне мы убедились. В достаточном количестве имеется средства индивидуальной защиты, а также дезинфекцирующие средства, необходимые для обеспечения безопасной и качественной медицинской помощи. А это современная инфекционная больница, которую построят за два месяца. Модульное быстровозводимое сооружение, рассчитанное на 200 койко-мест, будет иметь несколько отделений. Его сдадут в эксплуатацию уже в начале октября. На сегодняшний день полностью закончены подготовительные работы, начато возведение реанимационного блока. Понятно, что его можно завтра использовать на другие нужды. Эта же больница завтра будет использоваться в мирное время, так скажем, как часть многопрофильной больницы. Не обязательно как инфекционная. Поэтому она должна быть готова к любым событиям. Госпиталь будет сдаваться по всем госнормативам. Соответственно, мы надеемся, что срок службы данного госпиталя будет на десятки лет. Поэтому, естественно, мы за свое качество тоже переживаем и надеемся сдать все качественно. Делегат из столицы в целом дал положительную оценку работе объектов здравоохранения области. Но это не повод расслабляться. Нужно быть готовым к различным исходам пандемии. Заключил Марат Шуранов. Алексей Цуэй, Доскалиев, Яманжел Женкешев, Телеканал ЖТСУ. Более 20 миллиардов тенге на благое дело. Сегодня в онлайн-режиме прошла внеочередная 60-я сеть Алматинского областного масляхата. В ходе заседания внесены изменения и дополнения в перераспределение бюджетных средств в объеме 21 миллиарда 500 миллионов тенге. Депутаты поддержали доклад руководителя управления экономики и бюджетного планирования, отвечающего за формирование проекта бюджета. Особое место в этом документе уделяется строительству социальных объектов и автодорог. Так, более 1 миллиарда тенге потратят на капитальный ремонт четырех областных объектов образования. 7,5 миллиардов тенге на строительство 200-местной инфекционной больницы в Талдыкургане. На реализацию семи проектов по строительству газораспределительных сетей около 4 миллиардов тенге. На 9 проектов по капитальному и среднему ремонту внутригородских дорог выделено свыше 840 миллионов тенге. В ходе сессии также приняты обязательства по проектам государственно-частного партнерства, включая строительство подводящих и внутрипоселковых сетей в селах Талгарского, Балхашского и Кербулакского районов. Несмотря на то, что у нас сейчас вроде бы карантин, производство некоторые встали, но у нас экономическая ситуация правильная. В следующем нашлись средства, чтобы пополнить наши отдельные моменты в социальной сфере. В райцентре Кербулакского района открывается школа творчества, комплекс открывается, некоторые школы достраиваются в нескольких районах, поэтому дороги строятся, уже внутрипоселочные дороги у нас ремонтируются. Доступное жилье. В Алматинской области стартовал пилотный проект «Шанграх 5-10-20». Это новое направление программы «Нурлежер», разработанное по поручению главы государства Касымжумарта Тукаева. Об условиях кредитования стало известно на брифинге с участием представителей «Жилстройсбербанка». Главное требование программы – состоять в очереди на жилье в местном исполнительном органе. Доход каждого члена семьи не должен превышать 101 тысячу тенге. Также необходим минимальный первоначальный взнос в размере 10% от суммы займа. Срок кредитования – до 20 лет. Предусмотрена процедура досрочного погашения без начисления комиссии. Кредитная ставка – всего 5%. Жилье можно приобрести только на первичном рынке, а также у частных застройщиков. Заявления на участие принимаются на сайте «Жилстройсбербанка». Срок подачи заявок – 17 августа по 16 сентября 2020 года. На реализацию пилотного проекта будет затрачено более 200 миллиардов тенге. Напомним, в Алматинской области в очереди на жилье состоят более 50 тысяч человек. Для первого этапа будем реализовывать это жилье, кто стоит в очереди с 1986 года по 2010 год. Потом в течение месяца, как мы это реализуем, будем уже следующий поэтапно реализовывать каждого очередника МИО. Можно приобрести также, если он стоит, например, в Талдукургане в очереди, можно приобрести по Алматинской области. Кто у нас стоит при городе Алматы – это Ильичский, Талгарский, Жамбульский районы, они могут приобрести его в Алмате. Инновации в деле. Свыше 900 тонн молока в месяц планирует получать молочная ферма «Кокталагра» в Панфиловском районе. Добиться такого результата помогут новые технологии. Стоит отметить, что предприятие запустило производство только в конце июля нынешнего года. О первых результатах и инновациях в сельском хозяйстве расскажет Алексей Цой. Хозяйство «Кокталагра» оснащено по последнему слову техники, что максимально облегчает трус специалистов и не требует большого количества рабочих рук. У дуэскота происходит посредством уникальной доильной машины «Гея». По сути, это робот, который работает в полуавтономном режиме, имеющий 30 доильных мест. Всего за час в непрерывном цикле установка способна подоить более 100 коров. Эта установка работает при непрерывном вращении данной карусели. В непрерывном вращении. Значит, вот в эти ворота она входит. За один круг, 6-8 минут один круг проходит. В это время она полностью выдаивается, корова. Значит, чем еще эта хорошая установка? В случае некачественного молока, то есть, если маститный или что, автоматика срабатывает, это молоко не пропускает. Вот здесь, где мы сейчас стоим, здесь уже выходят продоиные коровы. Сегодня в хозяйстве 100 доиных коров. В сутки они дают 2 тонны молока. Со временем специалисты намерены повысить объемы до 30 тонн. Для этого в хозяйстве увеличивают популяцию. Из общего стада, а это 260 коров, 182 прошли осеменение. Ожидается стопроцентный результат. В следующем году количество скота увеличится в 4,5 раза. В данный момент пока у нас адаптация идет, пока не привезли, мы год не еще, пока отел пошел. В конце года у нас будет примерно 400 голов дойной, а в следующем году полностью мы открываемся. Тогда будет у нас 1150 голов общих будет. Из них фуражный, то есть дойный коров 800 будет. Для этого созданы все условия. Это и несколько загонов, оснащенных техникой для ухода и вентиляции воздуха. И посевные площади на корму около 700 гектаров под люцерну и кукурузу. Если сегодня хозяйство реализует свою продукцию на территории области, то применение инноваций, по мнению специалистов, позволит значительно расширить географию сбыта молока. Алексей Цуя, Сидюсинбек, телеканал ЖТСУ, Панфиловский район. 7 августа сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции города Шимкент в ходе проверки в одной из квартир многоэтажного дома Имбекшинского района задержан 25-летний местный житель, хранивший наркотические средства. Согласно заключению эксперта, взятое вещество является марихуаной. В настоящее время проводится расследование по данному делу. В одной из столичных квартир в период ограничительных карантинных мер незаконно прописались более 800 человек. Городское управление миграционной службы привлекло к административной ответственности 60 лиц. По словам сотрудников Центра обслуживания населения, регистрация людей проводилась с помощью электронной цифровой подписи. Возможно, этими пользуются мошенники. Однако сами специалисты ЦОНа к этому никакого отношения не имеют, заверили в корпорации правительства для граждан. Чтобы не попасться на уловки мошенников, в миграционной службе рекомендуют почаще менять пароль от ЭЦП. Государственный переворот в Мали. Военные устроили мятеж и арестовали президента страны и главу правительства. Они доставлены на армейскую базу Кати, расположенную в 15 километрах от столицы. Арестованы также сын президента. Несколько министров, включая глав Минфина и МИД, спикер парламента и высокопоставленные генералы. Мятежниками руководит полковник Садио Камара, бывший директор военной школы на базе Кати. Президент Франции осудил происходящее в Мали. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности заявил, что Евросоюз отвергает любые попытки антиконституционной смены власти в этой стране. Ограничения в Германии не будут ослаблены до тех пор, пока ситуация с распространением коронавируса не улучшится. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. В середину июля в стране фиксируется рост числа случаев заражения. В минувшую пятницу было зарегистрировано 1449. Это самый высокий показатель с 1 мая. Ангела Меркель планирует в ближайшее время обсудить с главами региональных правительств разработку единого стандарта санитарных требований для образовательных учреждений. А мэр Берлина Михаэль Мюллер пообещал ввести повторный строгий карантин в городе, если бары и рестораны не будут соблюдать правила социального дистанцирования. Общенациональный съезд Демократической партии США официально утвердил Джозефа Байдена кандидатом в президенты. В ходе голосования, которое из-за пандемии проходило в онлайн-формате, политик получил более 3,5 тысяч голосов делегатов, втрое больше, чем его главный оппонент Берри Сандерс. Сам Сандерс призывал американцев поддержать Байдена. Согласно последним соцопросам, Байден пока может считаться фаворитом президентской гонки. Тем не менее, действующий глава государства Дональд Трамп отстает от него всего на несколько процентов. Трамп неоднократно заявлял об уверенности в своем переизбрании и называл Байдена слабым политиком. Вместе с тем он допускал возможность победы демократов, представляя это как угрозу для США. Вирус отступает. За последнюю неделю количество тяжелых пациентов, больных коронавирусной инфекцией в Алматинской области уменьшилось на 32%. Улучшение состояния наблюдается у 20%, что привело к снижению количества инфекционных и провизорных коек более чем на 1000 единиц. Более того, благодаря данной статистике, в скором времени два провизорных отделения в Талдыкургане и вовсе закроются. Это центр фтизиопульмонологии Алматинской области. На его базе провизорное отделение было развернуто в начале июля. С того времени, благодаря профессионализму медиков центра, почти 350 жителей Алматинской области смогли справиться с коронавирусной инфекцией. За их жизнь круглыми сутками в две смены боролись 92 медицинских работника. К счастью, за весь этот период ни один из них не заразился COVID-19. Мы работаем с тяжеленными формами туберкулеза, заразными формами туберкулеза. Мы знаем, как соблюдать санитарно-гигиенические нормы. Мы обеспечены средствами индивидуальной защиты, обеспечены дессредствами. Все меры инфекционного контроля по действующим санитарным нормам и правилам соблюдаются в нашем диспансере. Просто это наша работа. Я считаю, что мы ее выполнили. В настоящее время в регионе в инфекционных отделениях клиник на стационарном лечении находится 65 человек. Более 650 больных принимают лечение в провизорных центрах. Два из таких центров, в которых осталось всего 30 пациентов, на днях будут сворачиваться. Статистика снижения зараженных, как считают сами больные, – результат осознанности их близких и родных. Уже столько людей, столько переболело. Все равно уже люди должны, должно доходить. Должны же допонимать уже ситуацию такую. Кто знает, нас, родственники, друзья. Уже все как-то стараются придерживаться меры предосторожности. Если в регионе с начала пандемии зарегистрировано около 5000 случаев заражения коронавирусной инфекцией, то на сегодня почти 90% пациентов выздоровели и уже выписаны из больниц. Количество инфекционных и провизорных коек снижено более чем на 1000 единиц. Как с благодарностью отмечают выздоровевшие, все это – результат слаженной работы медиков. У всех есть представление о том, с чем они столкнулись при лечении больных. Но понять, насколько тяжело врачам на самом деле, можно только проведя несколько часов в их рабочей среде. Что и сделала наша съемочная группа, посетив действующие провизорные толдукурганы. Конечно, было тяжело. Очень тяжело. Врачи сутками находились здесь. К примеру, врачи УЗИ. Их помощь нужна была нам постоянно. Также и КТ. Всем пациентам мы 100% делали компьютерную томографию, а больные поступали и днём, и ночью. Целыми днями ходишь в комбинезонах, в кирзовых сапогах. Через 30-40 минут уже чувствуется удушье и лёгкое головокружение. Защитные очки быстро запотевают. Так ходили все – и медсёстры, и санитары. Врачи сами заражались. На смену снова оторвавшись от семьи на месяцы приходили другие медики. Следует отметить, что на днях в эфир телеканала ЖТСУ выйдет специальный репортаж, подготовленный нашими корреспондентами. Медики, на передовых сражавшиеся с коварной инфекцией, и пациенты, прошедшие сложные испытания, расскажут из первых уст, что значит бороться с невидимым врагом. Айнур Мейрханова, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ. Путь Абая в анимационной версии. В ней собраны все значимые сюжеты шедевра литературной классики. Анимационная интерпретация книги приурочена к юбилею великого мыслителя Абая Кунанбаева. Как рождался фильм и кто является автором проекта, узнаем из материалов сюжета. Монументальное произведение «Путь Абая» состоит из 28 глав. В каждой из них от 50 до 60 страниц. Роман сложен для восприятия детей, поэтому и родилась идея перенести его героев в мир мультипликации. По задумке авторов проекта, небольшой анимационный фильм, состоящий из важных событий каждой главы эпопеи, позволит не только привлечь внимание публики, но и повысит интерес к произведениям казахской литературы. В процессе трудоемкой работы готовый сценарий был подогнан под экраны сюжет с хронометражом в 12 минут. При этом сохранена суть романа. По мнению создателей фильма, новая версия романа эпопеи позволит каждому подростку узнать о жизни и деятельности великого Абая. Визуальное восприятие сюжета также сможет повлиять и на заинтересованность подростков к первоисточникам. «Перед премьерой нового фильма обычно запускается трейлер. После его просмотра зрители решают, смотреть или не смотреть эту картину. Мы работали по этому же принципу – путем создания анимационной короткометражки к четырёхтомной книге. Мы хотим привлечь большие читателей произведения «Путь Абая». Зарисовки к мультфильму были созданы редактором сайта «Массагет» Тамирис Яскали. В творческом процессе по озвучке фильма участвовал молодой актёр Шамшидин Умаров. 10 августа на канале YouTube состоялась презентация мультипликационного фильма. Многотысячные просмотры и сотни положительных отзывов и комментариев – свидетельство того, что фильму быть. Инициаторы проекта заявляют, что до конца года планируют завершить создание серии по остальным трём томам романа. Мы в процессе работы над вторым томом. Пишем сценарий. Мультфильм по первому тому мы будем транслировать каждый понедельник согласно рабочего графика. Затем начнём выпуск фильма по второму тому с трансляцией два раза в неделю. Так мы планируем завершить мультфильм четырёх томов до конца года. Стоит отметить, что инициативу молодых авторов поддержало и Министерство информации. Если казахстанские дети после нашего фильма захотят прочитать о сыне казахского народа Абая Кунанбаеве, значит, мы достигли своей цели, подвели черту создателя мультфильма. Гульмира Тимиргалиева, Куманджан Касымжанулы, Аманжол Жонкешев, телеканал ЖТСУ. Юношеская сборная «Семереча» по плаванию тренируется на суше. Занятия проводятся на открытом воздухе под наблюдением тренеров. Они следят за правильностью выполнения упражнений, контролируют интенсивность занятий. С ведущими спортсменами проводятся индивидуальные тренировки. Алексей Цой продолжит тему. Бассейн в спорткомплексе «Уркен» закрыт для посещения еще с начала марта. Юношеской сборной регионов пришлось забросить практические тренировки на воде и заниматься в онлайн-формате. После пославления пловцы вышли на свежий воздух. Это позволило делать упражнения, похожие на плавательные. Однако реальные тренировки они не заменяют. В связи с карантином в этом году наши тренировочные занятия идут не в полной мере, а 3-4 раза в неделю тренируемся. Находим свободные спортивные площадки, беговые площадки и там тренируемся. Мы стараемся не терять свою форму физическую. И всячески поддерживаем упражнениями, хотя бы близко связанные с плаванием. Но сами плавательные движения никакие упражнения не заменяют, потому что вода – это другая среда. В каких бы условиях тренировки не проходили, терять спортивный дух нельзя. Так считают юниорка Ижана Инабекова, которая является призеркой Казахстана в свободном стиле. И на этом спортсменка останавливаться не собирается. Я занимаюсь спортом с 11 лет. В этом году будет 4 года, как я занимаюсь плаванием. На открытой воде я кандидат мастера спорта. В городе Костанай среди своих возрастов взяла первое место на чемпионате Казахстана. В дальнейшем хочу, чтобы, конечно, хороших результатов. Но так как карантин начался 16 марта, мы уже почти полгода не плавили. А это очень сильно влияет на наши достижения в будущем. Спортсмены ведут подготовку, соблюдая все санитарные требования. Потому тренировки пловцов проходят на суше. Но как только разрешат заниматься в бассейнах, сборная сразу же начнет работу по восстановлению пиковой формы каждого пловца. Алексей Цоя, Блэй Кутыкбай, Телеканал ЖТСУ. Это были все новости на сегодня. А я с вами прощаюсь. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова